Название композиции говорит само за себя. Детские самые спокойные и счастливые годы будущей художницы, дочери знаменитого архитектора Надежды Федоровны Левчак, прошли в Симбирске. Девочка вдохновлялась творческой работой своего отца, а рано проявившееся художественное дарование определило ее дальнейшую судьбу. Надежда Левчак раз. Ее творчество как художественницы начинается достаточно поздно. В 60-70 лет состоялись ее выставки. Она автор пяти персональных выставок, удостоилась серебряной медали, удостоилась в советские времена поездки в Италию, где она смогла познакомиться с работами, с живописью знаменитых итальянских художников. В 1995 году Надежда Федоровна подарила Ульяновскому государственному университету 14 картин. Художница пожелала, чтобы часть ее коллекции хранилась в городе, который она считала родным. Более того, по завещанию эти картины разместили в зданиях, которые построил ее отец. Спустя 26 лет в доме-мастерской, который знаменитый архитектор построил для своей большой семьи, а ныне музеи, появилась новая коллекция. Восемь атмосферных картин, наполненных пеланхолией и грустью, воспоминаниями художницы о репрессиях и скитаниях, скорби от потери любимого мужа. Эти работы были переданы в наш музей ее сыном, внуком Левчака, Федором Владимировичем Расом. И проживает он до сих пор в Москве, ему 93 года. И с большим удовольствием и радостью он поделился этими работами своей матери, художницы, с нашим музеем. На выставке представлены работы, выполненные на протяжении всей жизни художницы и в самых разных жанрах. Натюрморт на русском полотенце, моя Цветаева, яблоня у озера, во Флоренции, у озера, натюрморт вечерний, ветреный день, появление подлинных экспонатов в доме-ателье Федора Левчака, истинное возвращение домой семейного наследия. Павел Патриков, Валерий Кулачков, репортер 73.